Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в Украине и мире к этому часу. В Украине учредили Орден Героев Небесной Сотни. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко. Награждать Орденом будут за гражданское мужество, патриотизм, защиту прав и свобод человека, активную благотворительную гуманистическую общественную деятельность в Украине, а также за самоотверженное служение украинскому народу, защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности государства. Орден изготавливается из серебра в форме креста, который покрыт полупрозрачной голубой эмалью с серебряной каймой по периметру. В центре изображение небесного воина в доспехах с мечом и щитом. Они стилизованы под соответствующие самодельные предметы снаряжения участников Евромайдана. Под Мариуполем боевики обстреливают позиции украинских войск. Террористы используют реактивные системы залпового огня ГРАД и тяжелую артиллерию. И сейчас оперативная информация. Прямо сейчас. Отбываются обстрелы таких населенных пунктов, как Талакивка, Сартана и Павлопель. В частности, Талакивку обстреляли пять раз с систем ГРАД и тяжелую артиллерию. Европарламент хочет продлить санкции против России. Представитель группы «Зеленых» Рыбека Хармс призвала продолжить эту политику. Причиной такого заявления стали псевдовыборы боевиков на Донбассе. Хармс также отметила, ни в коем случае нельзя отправлять в Россию вертолетоносцы «Мистраль». По словам представительницы Европарламента, Франция должна передать корабли Евросоюзу или НАТО. Регулярные провокации российских ВВС должны стать хорошим уроком для президента Франсуа Аланда. Рыбека Хармс считает, признание России псевдовыборов на Донбассе и прибывшие туда дополнительные российские войска свидетельствуют. Москва не уважает положение Минского соглашения. Натсовет по вопросам телевидения и радиовещания призывает украинские телеканалы прекратить показ той российской кинопродукции, которая пропагандирует антиукраинские настроения. Ведомстве говорят, получают жалобы от граждан Украины. Они требуют прекратить показывать фильмы с российскими актерами, которые не только выступили в поддержку агрессии России против Украины, но и участвуют в имиджевой визуальной рекламе этого преступления. Напомню, поводом к такому призыву стал скандал с участием актера Михаила Пореченкова. В сопровождении боевиков в Донецком аэропорту в снаряжении с надписью «Пресса» он стрелял из пулемета по позициям украинских военных. В Перу наводнение, а проливные дожди затопили центральные регионы страны. Занятия в школах отменены. В городе Уанако пострадали больше сотни жилых домов. Селевые потоки перекрыли дороги в сельской местности. Власти Перу отправили военных на помощь пострадавшим. До конца недели дожди не прекратятся, а значит и ущерб, который нанесла стихия, может увеличиться. Тем временем местные жители подсчитывают убытки. Я хочу, чтобы правительство мне помогло. Пожалуйста, посмотрите на мои вещи, все мои вещи внутри. Это был деревянный дом. В нем было два этажа. Это были все новости на данный момент. Увидимся в 17 часов. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok